Всем зрителям моего канала Доброго Времени Суток и в сегодняшнем видео речь пойдет о двух тональных основах широко известных, многими очень любимых я расскажу вам свое личное мнение и по прошествии, скажем так, довольно длительного времени использования этих основ сразу скажу про свой тип кожи моя кожа, она к зиме склонная к сухости к лету склонная к жирности комбинированный тип и на самом деле довольно компризная плюс она еще и чувствительная иногда бывают некоторые высыпания и покраснения вот, итак, начну я с более бюджетной тональной основы это, наверное, всем уже известный сиси крем от Lumine у меня он в оттенке ультралайт это самый светлый оттенок данной основы и я сразу скажу, что эта основа мне абсолютно не нравится почему? на мне эта основа видна, чем бы я ее не наносила спонжем ли, кистью или просто пальцами рук данная основа подчеркивает все шелушения даже если шелушений и нет на лице она все равно что-то найдет и подчеркнет она ужасно слазит, она абсолютно не стойкая на моем лице через, не знаю, часа два она полностью слазит с этой зоны даже если ее припудривать если ее припудривать, это вообще какой-то кошмар она сильно подчеркивает шелушение просто до невозможности и также хотелось бы отметить, что она начинает давать очень жирный, жирный блеск спустя там, к примеру, некоторое время использования если походить с ней часа два с половиной, три то все, то есть вместо лица жирный блин это отвратительно я сделаю сводч этой основы чтобы было понятно по оттенку, какая она вот она, кстати, так сильно течет с носиком мне это тоже не очень нравится мы сейчас вот сюда ее нанесем и распределим видите, она довольно светлая но, кстати, в этом плане она хорошо подстраивается под тон лица то есть адаптируется в этом плане к ней придраться сложно адаптируется она довольно-таки неплохо что касается плотности основы и именно перекрытия то перекрывает она, в принципе, довольно неплохо и даже, может быть, не потребуется консилер но хотя консилером я все равно пользуюсь ну, у меня на руках сейчас довольно такая красноватая кожа но видно, что тональная основа, в принципе, подстраивает спустя время ее вообще не видно на лице именно, ну, в плане оттенка я имею ввиду то есть в плане оттенка подстраивается она довольно неплохо но еще раз повторюсь, для меня прям абсолютно полный провал полный аутсайдер больше не возьму может быть, это именно новая версия вот эта основа, потому что раньше была другая версия и я ее тоже пробовала мне она как-то более-менее подходила ну, а теперь перейдем к тональной основе класса люкс это Estee Lauder у меня Double Wear Lite почему я решила взять версию Lite перед тем, кстати, как покупать основу я пересмотрела кучу отзывов в интернете и также на YouTube я очень много смотрела видео обзоров на эту основу мне хотелось взять основу довольно стойкую чтобы она не жирнила мне лицо чтобы она держалась долго и так далее но при этом, чтобы она не смотрелась, естественно, маска не забивала поры и т.д. и т.п. есть у Estee Lauder классическая версия Double Wear но она считается основой для невест и она довольно сильно плотная и на каждый день, ну, пользоваться ей сложно хотя некоторые девчонки пользуются и, в общем-то, довольно, как бы, хорошие отзывы о этой основе но я решила попробовать вот эту версию и, знаете, я не ошиблась скажем так, по сравнению с Lumine CC она перекрывает все-таки меньше но, то есть, тут надо смотреть, какая у вас кожа если кожа сильно проблемная, она вам не подойдет однозначно если кожа иногда имеет какие-то высыпания но в целом она, скажем так, перекрывается особо ну, только выровнять тон, например, надо то это то, что надо она подходит для жирнокомбинированной кожи здесь есть SPF 10, кстати, вот в этой основе тоже есть SPF 20 здесь больший фактор защиты от солнца и это, конечно, плюс что у нас здесь написано финиш у нее, кстати, вот у этой основы финиш, я не знаю, какой-то ужасный просто не матовый в общем, я говорю, это какой-то кошмар жирный блин у этой основы довольно такой сатиновый финиш он не глухоматовый как вот я тоже не люблю чтобы было заматировано лицо так, что ну, видно, что как бы некрасиво это надо, чтобы лицо имело, ну, какой-то естественный более-менее вид ну, это тоже вкусовщина кому-то, кому что нравится кто-то и из дробинк любит на все лицо наносить как бы, да тут уже на вкус и цвет тональная основа у меня в оттенке 1N2 Экрю это не самый светлый оттенок в линейке но довольно светлый кстати, в России очень сложно найти самый светлый оттенок из линейки почему-то я не знаю, с чем это связано мне, кстати, я сразу говорю, нравится здесь вот этот носик он такой же, ну, похожий носик, как и здесь мне нравятся такие основы куда не нужно лазить пальцами они довольно гигиеничные и в них в меньшей степени соприкосновение, как бы, да идет с руками и, соответственно, не размножаются бактерии что является, конечно, неоспоримым плюсом давайте сделаем сводч вот так она открывается мы сделаем рядышком вот здесь вот сводчик видите, она потемнее будет сейчас мы ее закроем сразу, да, вот видно, что она темнее и сейчас мы ее растушуем у нее такая, как бы, текстура более тягучая, что ли такая пластилиновая в ней чувствуются силикончики вот видите, она не... и, что, кстати, интересно она не подчеркивает шелушение вообще то есть она действительно ровная и красиво ложится на лицо она мне подходит по оттенку и она действительно стойкая то есть вот если я сделала макияж утром вечером он будет на месте я, конечно, припудриваю Т-зону но думаю, что в принципе и без припудривания она бы себя отлично вела бы она, в чем плюс она не сразу схватывается ее можно успеть растушевать на лице в отличие от классической версии Эстелаудер она очень быстро схватывается и ее сложно растушевать особенно с непривычки я наношу основу кистью мне так нравится больше всего но также бьюти-блендером тоже можно это все делать вполне вполне прилично смотрится покрытие еще более тонкое но при этом оно стойкое в общем огромный плюс этой основе я рекомендую ставлю лайк этой основе и дислайк сиси-крему от LUMINE вот такой отзыв у меня был на данные тональные основы для лица пишите в комментариях если вы пользовались какой-то из этих основ может быть у вас какое-то есть свое альтернативное мнение или просто пишите о чем-нибудь в комментариях поболтаем будет интересно всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч пока-пока до новых встреч пока Продолжение следует...